Раньше всех на Ямале и это так, ведь именно в районном центре уже полным ходом идет установка ледяных скульптур. В поселке к Новому году сам городок изо льда делают обольчане, а вот ледовые фигуры в молодежном переулке доверили скульпторам из Нижнего Новгорода. Но прежде чем пригласить мастеров, Ярсалинская администрация пошла на одно нововведение. Впервые провели голосование на сайте администрации, где было предложено около семи тем ледового городка. Вот у нас победила тема почти 50% от общего числа голосов, набрала русские народные сказки. В дальнейшем уже именно под эту тему была заказана разработка композиции, где утверждены размеры ледовых фигур. Раньше мы просто выходили на художников, они нам давали какие-то коммерческие предложения, мы из них выбирали, они приезжали, то есть размеры там четко не были определены. Размеры подгоняли под калькуляцией изготовления куба льда. В данный момент мы все просчитали, у нас утвержденный разработанный проект. Городок будет разделен на несколько целевых зон, выполненных в едином тематическом стиле. Каждая зона выполняет функцию развлечений для разных возрастных категорий. Большая часть городка будет в виде игрового комплекса для детей и подростков. Основная часть направлена на эстетическое содержание в виде скульптурных композиций, состоящих в ансамбле с игровыми зонами. Например, игровой комплекс «Лабиринт» – скульптурная композиция в виде сказочного леса, в центре которого избушка на курьих ножках. Основа горок, ограждений и ледовых сооружений городка – все взято из мультфильмов. По итогам прошлого года, когда несколько композиций подверглись вандализму со стороны юных жителей Ярселя, было принято решение о пристальном наблюдении за городком. Предусмотрена круглосуточная охрана, то есть и в сельсовете сидит, в администрации Ярсалинское здание будет сидеть сторож, который по видеонаблюдению. У нас, в принципе, все это пишется, все это наблюдается, фиксируется по камерам. То есть и лица распознаются, и находили мы в прошлом году, кто это делал. Ну и так и будет с машин, люди будут сторожить до конца февраля включительно. Все ярсалинцы смогут увидеть старания мастеров и всю людовую красоту уже к концу ноября. Дмитрий Конышев, Николай Анагоричи, Ямальское районное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова